Пришкольные, загородные, палаточные. В лагерях Самары этим летом отдохнут больше 100 тысяч школьников. 178 лагерей с дневным пребыванием и 10 с круглосуточным. В год экологии на их базе планируется проведение профильных смен, а также посвященных чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Особое внимание безопасности напомнил всем профильным департаментам глава Самары Олег Фурсов. Тема важная. Нам, кроме общего развития детей, нам очень важно обеспечить безопасность. Поэтому это вопрос первоочередной, вот ко всем тем, кто владеет лагерями. Значит, это первоочередной вопрос. Здесь никакие меры не могут быть лишними. Поэтому все, что было в прошлом году, надо повторить, в том числе и раскрепление руководителя ГРБС за этими лагерями. Проехали, посмотрели, встретились с молодежью. Нужно быть в контакте с этим детишками обязательно. Проанализировать печальные случаи прошлогодние по субъектам РФ, Лилия Викторовна, все это в виде методички, так сказать, распространить, значит, лишним не будет. Не менее важен и вопрос обновления материально-технической базы лагерей. В этом году отремонтируют семь жилых корпусов и мест общего пользования в Волжском Артеке. А его вместимость увеличится на 40 мест. Воспитанием школьников будут заниматься подготовленные люди. Мы сегодня проводим специальную курсовую подготовку, это школа вожатых. Мы проводим инструктивно-методические семинары для педагогов, которые будут организовать работу летнюю по месту жительства. 28 апреля пройдет заседание городской межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей. И все проблемные вопросы дополнительно еще раз смотрим. Кроме отдыха не забыли и о занятости детей. За счет средств бюджета города и субсидий из регионального бюджета во время летних каникул трудоустроят более 2,5 тысяч подростков. Кроме того, в июне-августе запланирована работа школьных бригад общественно-полезной деятельности. Всего к работе будут привлечены почти 30 тысяч учащихся. Мариана Мирная, Максим Гусев. События.